всем здорово дорогие друзья с вами собственно говоря жека и наши герои на столке не все не в сборе но так вышло с вами сегодня андрей влад магнусовик всем привет клим артем приветствую и александра всем отличных игр ким вспоминал мы продолжаем играть в настолку как вы я уже сказал мы все вы не все в сборе но так так вышло в любом случае наши герои остановились на том как вы помните что они находятся сейчас ну в лагере в лагере как называется лагерь проверка там солнышко лучик луч луч назывался уже сменил название эти вопросы разрушили вспоминать что было в прошлой серии чтобы знаете вот меня все время не очень нравилось в тех же ходячих к примеру как там было там непонятно на самом деле карты то есть если ты не знаешь местности вот американской местности если ты никогда не был в атланте ты вообще не понимаешь где это что вообще происходит там они несколько сезонов отъезжали от этой атланты в одну серию они вину вернулись за одну серию что тут меня это всегда непонятно было как и куда они зачем в общем предлагаю как-нибудь сделать так что вы вы сейчас уберу час не в масштабе и все и сисина это россия там ничего не в масштабе вы допустим гор городок ваш не все тут городок ваш например так что ж такое все как-то влезли так городок примеру ваш находился вот вот здесь вот которым мы все жили когда-то очень-очень тормаживаем как зачем ты на нем крест поставил ну а ты не помнишь что там было ну зачем сразу крест вот если ядерку мы там ляпнули ладно я вот так вот клад а будет вернуться вот город грубо говоря с этой стороны немножко горой был допустим обнесен и тут леса вот так леса да допустим и ваш так сказать комплекс находился вот здесь где вы были вот да даже вот комплекс под горой под горой п-образный уж помните что он был п-образный вот комплекс где вы находились а вас отвезли за лесом вот здесь находился находится этот лагерь где вы сейчас находитесь он допустим ну допустим ладно такой прямоугольный вам сказали что там 500 человек вот примерно когда вас завезли туда вы заметили что это подобие какой-то небольшой что а можешь начать и дорогу если она есть после у меня какого не как-то странно вообще все получается ну ну допустим тут вот выезд шоссе магистральное вот тут грунтовка к этому комплексу допустим а здесь уже новая грунтовка к этому комплекс ну к примеру вот так сделаем и не жалко все нормально ну к примеру ну да вот вас когда везли вы поняли что это здание это нет это не занята этот к эта территория вы отделены от всех остальных территорий то есть и каждая территория отделена от других то есть по методу подводной лодки то есть у них там здоровенные отсеки двери отсеки но на открытом воздухе то есть все все разграничено то есть вот подобие вот так вот допустим да и в каждом отсеке живет какое-то число количество человек когда вышли в реке открытого воздуха ну ты понял что имени отсеки конечно же ворота невозможно но видно что как бы хотя возможно тюрьма я не знаю можете сделать эту тюрьму ну да да я имею ввиду что обжили типа тюрьму ему да да ну вряд ли это тюма потому что как бы сейчас объясню почему когда выходили поэтому локации допустим вот здесь вот здесь пример у вас сюда завезли там допустим по этой локации когда вы выходили все ходили в одинаковых комбинезон чеках естественно под низом у них было какие-нибудь разные там майки там розовые синие фиолетовый но все ходили в одинаковых темно синих комбинезонах как вы заметили женщины мужчины неважно и вас привезли вам показали большой пятиэтажный дом таких пятиэтажных домов в этом отсеке где куда вас завезли вы заметили штуки 45 примеру да вас завезли в этот пятиэтажный дом говорит посказали там этаж третий расселять силу от расселить по двое по двое расселили до населили вас вот после чего к вам зашли каждому зашли сказали что предлагаем вечером посетить наши так сказать и местные собрания то есть не только вы как бы новые так сказать прибывшие вчера к нам присоединилась еще группа человека из группа из трех человек вот все познакомимся все все обговорим вот нашему портному и инженеру грубо говоря ну грубо говоря можно его переквалифицировать уже в инженера немножко потому что маяк он там обслуживал его что-то знает да допустим переквалифицируем инженера немножечко вот и их попросили помочь во первых портной там нужна помощь в в одежде очень много рваной разобрать нужной одежды допустим что-то подшить а инженеры попросили у них неполадки с восточной стороны с воротами он может разберется они клинят иногда вот их попросили увели короче вот вы сейчас находитесь каждый в своей комнате нет давайте так там есть в этой грубо говоря образно общая есть общая кухня вот вы сейчас все находитесь на этой кухне напоминаю там допустим не только вы вчетвером да но и еще так синий синий есть желтый кого черный вот не только вы вчетвером находитесь там но еще и как ее звали кто помнит юлия юлия да ну а старик чок который с ладом живет я вот имени не помню игоревич я помню игоревич просто игоревич да вот он говорит нафиг ваши молодежные дела пойду я газетку почитаю такой и пошел на по на парашу вот как газетку почитать вот вы сейчас находитесь на этой кухне могу стереть карту если все запомнили как бы ты ее сторонку вдруг понадобится ну-ка ставить сонка вряд ли смогут она обширная прогрузку локации собрался что-то протисовывать ага вот вы сейчас находитесь на кухне и как бы вам предложили вечерком на собрание сходить и пока горит обживайтесь потом мы вас так сказать распределим в нише пока вы просто а и далее вам принесли каждому по два комплекта вот этих вот комбинезонов таких же самых а не я не вру не дали все это это я заранее рано сказал да ничего не дали все не было принесли нам подобный комплект комбинезонов и унесли и унесли да они такая там женщина принесла такая посмотрел мнение не подходит ушла по размеру не подойдет ну не было ладно все у вас есть дела юли юлия подошла подошла так потёрлась ближе к артему надо идти горит куда куда нужно нужно ты понял что у него образование максимум классов 5 подожди до этого она вполне смогла высказать нормальные слова но она же беременная у них там но 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 знает как-то токсикации короче не не и так и интоксика просто тараканы в голове начинают бегать гораздо быстрее ты просто Предлагаю стать её медиком. Для опыта. Она тебя смотрит глазами и Шрека такая. Как? Молча. Вы же говорили, будете защищать меня. А зачем тебе защита и вопрос, от чего в безопасной зоне? Ну мало ли, их я не знаю, вас я хоть знаю на день больше. Живи нас. У нас общая беда. Да, мы вышли из одного, так сказать, здания, из одной беды, из одного пожарища. Живаю, что беда здесь общая у всего человечества. Она такая, парикмахерских нет, да, уже, вот это беда. Ты что, потому что парикмахеры сидят? Тяжелые, но я не знал, что они долбанутые. Ну, познакомишься, узнаешь. Ты знаком? Андрей, вперед. Чего? Не, понимаете, это так, к слову, беременные женщины, это самая лучшая приманка для Зомбейки. Самая лучшая. Почему? Это как сосиска в тесте, да? Да. Только мято в мясе. Подождите, есть политические шутки, есть поштые шутки, а это куда отнести, а то я что-то как-то забыл. Ну, это да, это больше черный евро. Нет, это просто не нужно, так сказать, с собой беременных. Да ты ее с собой никуда не достаешь пока? Ну, я просто к нему говорю. Она предлагает просто пойти к ним. Ну, почему, ну, как вот, на собрание? Зачем отрываться от коллектива? А мы уже покушали? Ну, вы стоите там, кто печенька кушает, кто еще что-то? Кто чай пьет? Я душу. Ну, что, с собой, да пошлите. Нет, предложили вам сходить в девять вечера, сейчас-то вы вольны делать, что хотите, я там, гулять по этому. А в девять вечера собрали. Общага. Можете по общаге погулять, можете погулять по вот этому комплексу, именно вот этой части, где вы сейчас находитесь. А можно попытаться найти танк? Что мы найдем, если мы погуляем? Ну, откуда, я знаю, выйдите хотя бы из здания, там, или заявлите, что вы хотите сделать. Я думаю, если мы сейчас... Я хочу найти танк. Так это подобно. Слушай, а сам истребитель, там... Почему тебе истребитель? На нем неудобно. Почему? Вы открываете соседнюю дверь, там... Ну, в магазин, как ты на истребителе будешь летать? На танке, реально? Истребитель вертикального взлета и посадки. А-а-а! Нас уже трое. Да. Андрей внезапно подумал, а-а-а, мне что-то хорошо стало! И отключил. Нормально, все нормально. Это плохо. Вирус, он в воздушную капель на не передается, нет? Какой? Зомби. Ну, какой еще? А то как-то мы таем. Кстати, а, слушайте, а, по-моему... В этом походе, если не считать того, которое не существует уже... Мы забыли осмотреть зомбиков. Вы так не находите? Вы таки так не думаете? Да-да-да. Ты одного осмотрел же... А, нет, я не смотрел. У нас были слегка другие дела. А вы ни одного не убили? Ну, одного только убили в самом начале. Вроде бы. Одного в самом начале только убили. Вот, Влад убил с пистолета или кто там. А кого-то клюшкой... Ой, не клюшкой, а... Да, клюшкой, кстати. Ножкой от стола или чего-то там. Клюшкой убил вот этим... С гольфийским ударом по Хари. Да-да-да-да-да. Но, возможно, он был один. Возможно, не помню. Вот портной, знаете, в отличие от Клима, сразу подошел и зомби по Хари. А Клим тогда в прошлый раз типа... А здравствуйте, не соизволите ли я вступлю из-за вас? Ну, ты так мило обнимался. Я решил... Я решил... Я решил... Я подумал, что, возможно, тебе нравится, ты получаешь удовольствие от этого процесса. И решил предварительно поинтересоваться. И вообще, это было в другой параллельной всей вселенной. Не путайте людей. Так. На чем мы остановились? Мы решали. Мы идем на собрание, да. И собираемся что-то пытаться делать. Да, давайте пойдем на собрание, посмотрим, что здесь вообще происходит. Опа-на. Что такое? Все, хорошо. Андрей подсоединился, появился и вылетел. Но он уже минуту как это сделал. Слушайте, есть интересное предложение. А давайте выведем Андрея за пределы лагеря, найдем зомби и посмотрим, кто кого. Ставлю на зомби. Для чего? А ради прикола. Мы вольны делать, что хотим. Давай на печенье тогда ставить. На печенье, на сухпоек. Пока он без сознания, да? Да. Доброта. Я могу так сделать, что? Я могу так сделать. Так в смысле, она сразу выпустит с этого самого, с военного объекта. Ну, пусть и попытаться. А мы скажем, научный эксперимент. Всем в дороге. Научная группа идет ставить эксперимент. Прикрутки в те ученые, да, начнем. А че, на нем же халат из мозгов. Ладно, в общем, я предлагаю нам идти на собрание, как это, как самый тут смелый. Ну, за исключением Саша. Ну да, как вариант найти какой-нибудь телек, когда вечер его смотри. Ну, одним словом, вскипаем время до собрания, а потом на него идем. Андрей, походу, не хочет идти на собрание. Он хочет подраться с этими самыми зомбиками. Он просто хочет... Походу, реально отчаян вштырил. Ваши, да, ряды редеют. Ряды редеют. С каждой минутой. Зомби-вирус прогрессирует. Этот... А, сейчас Андрей так подключается. Удачно будет. Блин, извините, пожалуйста, что это вылетает. О! А мозги? А где мозги? Тебя тут чуть не скормили зомби. Фытались, по крайней мере. Да, блин, как же это стол трусится, капец. Вот. К вам зашли. А, нет, ладно, не зашли. А, ну да, почему бы нет. К вам пришел. Кого-нибудь там, городничий, я не знаю, там. Говорит, собрание через пять минут. Вы там поспали, кто пришел. Я сейчас опять включу, что ли? Нет, ты не с нами. Ты здесь. Но если ты только сам этого не захочешь. Блин, ты долбанный интернет. Кстати, зато я узнал, как зовут Игоревича. Ну? Анатолий. Анатолий Игоревич. Пусть будет Игоревич. Знаешь, по жилым людям всегда Сидорович, Михалыч. Михалыч. Никогда. Не напоминаю мне Сидоровича, правда. Не надо. А то всплывут там в споке. Особо это в споке с Михалычем. Так вот, вам пришли, говорит, через пять минут будем собираться. Главное, собрание будет в беседке, так сказать, у главной площади. Это так здесь называется. Обрисую примерно. Не очень хорошо. Ну ладно. Примерное местоположение. То есть, это главный вход, где вы заезжали. Тут переход на следующую локацию. Тут переход еще один на следующую локацию. Ворота. А там обозначено выход, аккуратно. Дальше идет прогрузка локации. Да, конечно же. О, классно. Количество FPS падает от количества жителей, трафика. И появляется такой красивый арт и полоса загрузки. Да, да, да. Конечно. Оцеллограф такой. И что-нибудь крутится обязательно. ЖК. Вот с этого угла. Вношу тебе это самое предложение. На сотой на столке делай так. Вот сейчас. Сейчас бета-тест. Ну, выпалена загрузка, короче. Ну, мы видим только загрузки, но уже хорошо. Ну, знаешь, бывает так, когда крутится, он пишет лот. Продолжение. Это просто не успело так. Я чуть подвинулся сюда. Нет, на нашей системе, на которой мы сейчас, там очень мало и оперативки, и ядер. Так что у нас так быстро не получится. Хорошо. Главное, получается, допустим, вот такая дорожка. Вот здесь главная алия. Ну, главная эта, беседка. Вы, допустим, вот здесь многоэтажки эти, пятиэтажки. Вот так вот стоят. Это где мы живем? Да, сейчас я покажу. Ну, в одной точно мы должны. Четыре, допустим, да. Тут какие-то здания похожие на склады большие. Алия, там я буду работать. Ну, вот и тут еще какое-нибудь здание, типа магазинчиками основали, что-то такое. Будешь вылетать? А вы живете вот здесь. Вот здесь вот живете. Магазин зубе по количеству. Интересно. Вы живете здесь. Вам предлагается идти, ну, с ним прийти. Притяну, конечно, крестиком. Прийти в эту беседку. Приходите. Хорошо. Естественно, приходят и эти двое. Где они? Может, они на работу застряли? Нет? Эти двое где-то спят в сторонке после трудного рабочего дня. Вы приходите, там беседка такая обширная, большая. Мы в нее все набились, я смотрю, и прям разорвались. Ну, да, да. Она действительно очень большая такая обшивка. Давайте я вас просто рядом поставлю. Вот здесь, чтобы вы видели, кто находится. Кто-то, как, вот отдельно, потому что игровые, неигровые. Ну, даже вот так. Вот. Вы все там в беседке находитесь, видите, что здесь человек, ну, максимум человек 50, наверное, то есть вот таких вот в гражданском. По территории ходят еще там, ну, вы так, наверняка своим метким глазом подмечали, ходят еще там человек, наверное, 10 по территории. Они более в военной форме одеты. Сейчас вы видите всех присутствующих здесь в беседке без комедизонов, просто в одеждах, в обычных там, то в каких-то юбочках, то еще что-то. Погода, напоминаю, у нас. Ну, давайте весна. Поздняя весна, почти лето. Вот. Довольно тепло. Много людей, все о чем-то разговаривают, играет какая-то музыка с этого, с магнитофона, допустим, тишка, какой-то магнитофон, тихая музыка играет. Вот. Шамсончик, да, тихая музыка. Рок. Тихо играет рок, да? Щебечет рок. Дэсс метал, да. Ладно, в общем, строится посреди стол, возле него какие-то там закуски, вино. О! Вот. Вино, хватит. Пиво, пиво, вот. Я сажусь к пиву. Я сижусь тоже. Нет, там нет сидений, все стоят. Я на пол саду, посаду стола. Все стоят, и одна так Саша. Все нормально. Это игры без... Все. Мы не привыкать на земле сидеть. Нет, я не алкаш. Я не алкаш, и поэтому... Это я сценик. К Саше подходит молодой человек с пивом, с бутылкой пива, бутылочкой пива. Он ее и протягивает. Ты узнаешь этого молодого человека, который брал у вас интервью, да? Ну, как схемы были. Ты узнаешь, что он... Ты вспоминаешь, что он твой подписчик бывший. Он тебя пиво протягивает. Ты видишь, что рядом с ним девушка. Он говорит, вот, познакомьтесь. Александра. Это человек, на который я был подписан. Ты же помнишь, что я рассказывал? Это моя жена Сара. А я уж подумал. Очень приятно. Я беру бутылочку, пожимаю руку. Здрасте. Жена ее говорит, мой муж про вас мне все уши прожужжал. Что вы прям вообще... Женщина с... Это как... Женщина с яйцами. Как он выражался. Муж заметно немножко покрасил и задергался так на жену, на тебя. Ой. А нас просто сложила. Ну, по крайней мере, ревновать вы не будете. Узнаешь эту фразу. Такая... Да, не что? Господи, вот этот. Один раз по лбу дам, и все нормально. Да, да. Ну, давай, ты видишь, что он трещеватенький такой, но она тоже... Нет, не плотная, а просто такая тоже трещеватенькая. Двое, двое нашли. Хорошо, я там их приветствую, улыбаюсь. Типа, здрасте. Сажусь и пью пиво. Вы вообще... Много... Видели... Мертвых? Мертвых? Ну, этих. Которые, да. Которые там, за забором. Мы просто как бы не видели. Ну, в общем, видели. Было... Не сказать, что сильно много, но... Говорят, они днем очень опасны. Говорят. Днем подождем. Днем, днем. Они разве днем опасны? Эти днем. Эти днем. Да, да, говорят. Не проверяли на своей шкуре, но вроде как. Так в смысле, мы же видели, как... Как бежали зомби. Днем именно, помнишь? Ну, они могли на машину-то побежать, когда угодно, мне кажется. Не-е-е-е. Ночью попереломали бы себе конечности. А мы ночью выходили из комплекса, подожди, я не помню. Ночью, ночью. Из комплекса? Да, мы там утром, утром. Под утро уже, утром вышли. Под утро уже выходили, но... Ну, они довольно спокойно себя вели. Ну, вот так. Мы же решили ночью рискнуть. А говорят, что вы, как бы, из комплекса захоронения, консервации, в котором, ну, как бы, людей планировали, как сказать, оставить на лучшие времена. Ну, видимо, лучшие времена уже заступили. Насколько все могли. Ну, там комплекс консервации, который, по идее, должен был обслуживаться персоналом, и вас должны были, как сказать, как кроликов разводить людей. То есть, скрещивать между собой все дела, чтобы не было кровосмешения все дела, ну, так сказать, этот комплекс немножечко, да. Именно поэтому у нас в одной комнате собрались Магомед. Одна, мать вашего девушка, и пять мужиков. Тот, кто продумывал эту группу, инфицировал. Ну, жизнь такая. Это подготовительная группа, не парься. Вот я уж не знаю. Чего-то так подготовительная была. Я что-то слишком много уже себе напредставлял. Каждый представляет веру своей распущенности. Да ты не знаешь, из чего меня представить. Слава богу! Сара говорит, как там вообще было? Там было, ну, поначалу довольно уютно, а потом, как вы знаете, не очень комфортно. Когда все резко выключилось, начало вокруг шуршать и кричать. Пришлось оттуда потихоньку выбираться. Да, тут... Он звучит. Мыши бегают. То есть у них еще здесь и мыши водятся. Ну, они не водятся, они тут, как это сказать... Подопытные. Мы верим в их существование. А-а-а. Лучше верить в существование мыши, чем в подземных существах. Мы их ни разу не видели, но мы в них верим. Он говорит, ясненько. Это молодой, ее молодой человек. Он, кстати, не представился. Он забыл это тогда. Игнат. Ладно, почему бы и нет. Давай, Игнат, почему бы и нет. Дубинка, ее-мое. Игнат, пойдет. Говорит, он говорит, мне, кстати, Игнат зовут. Ну, зовут. С вами всеми поздоровался, все дела. Зай, и шам. Что-то сказал, что-то сказал своей любимой на ухо. Типа, говорит, ладно, все, я откланяюсь, у меня дела. И ты видишь, что он немножко ушел за людей, так? Ну, находится в этой же беседке, допустим, с этой стороны. Вы с этой все стороны находитесь. Кто-то что-то будет еще делать? Ну, я... Я стою, попиваю пивко, и у меня в голове уже, знаешь, такая... Снова седая ночь. И вот так вот, как. Я все этой Саре говорю, когда этот чувак ушел, что... Желаю я ей встретить хотя бы одну эту тварь. Вот так. Ну, нас здесь охраняют очень хорошо, мы сюда попали с мужем год назад. Кот? Кот, ты говорил, что... Сколько, подожди? Месяца три, по-моему. А, месяца три? Ну, да, ну, что-то я, да, попутал. Ну, месяца три, да? Что-то в этом роде. Ну, ладно, вот три, ладно. Мы почти с самого начала сюда попали, как эта ерунда произошла. Мы даже и не сталкивались ни с чем. Нам просто повезло. Мы жили, так сказать, в военном городке неподалеку. Мой муж, он... Ну, вы сейчас увидите, кто он, короче. Он здесь представитель. Некий представитель власти, она так хи-хи делает, типа. Вот, ну, такая. Дали, типа, да, возможность управлять. Выпендрилась. Да, да, да. Мы как бы не встречали их, но вот безумно интересно посмотреть, что же это такое. Подозреваю, что первая ваша безумно интересная встреча с ними закончится тем, что вы с этой встречи уже не уйдете. Полностью поддерживаю. Вокруг вас много человек, человек 50, сейчас расскажешь. И все эти 50 на нее так... Причем разного возраста старики более-менее, вот, как вы, там, 20 лет, все дела. Поздний вечер, часов 9, ну, полдесятого, к примеру, да, уже темновато там, на вас светят все. Все собрания это в 9 обещали. Ну, ну, вот. Ну, вы пока общаетесь, сидел. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, сейчас все будет, как с нашей на столбке. С минуты на минуту. Да, и к вам подходит человек, такой, а, женщина, к женщине этой подходит к саре человек, ну, мужчина лет 40, наверное, у него бородка козлиная, с проседью такой. И на нем маленькие такие очочки, такие. Не как у Леона, не как у Леона Киллера, да, круглые, а вот такие продолговатые. Он на вас так смотрит. Разрешите познакомиться с вашими друзьями, такой. Меня зовут Владислав. А еще один Владислав. Потому что у тебя все кто-то Владислав. А кого еще Владислав зовут? Того трупа, который... Ладно, просто Жеком стит за сталкер, когда меня все похотели убить, и он вот решил поубивать всех у Владислава. Чтоб мы наубивались у Владислава. Ладно, меня зовут Георгий. Хорошо. Внезапно. Вы вроде представляете Владислава, или я что-то путаю? Ну, в ушки долгите. Меня зовут Георгий. Георгий? Может, Виссарионович Сталин там? А как же, а как же. Я местный здесь врач. Врач? У меня есть пациент для вас. По совместительству я еще и местный здесь, ну, так сказать, на полставочки психолог. Мне очень безумно будет интересно с вами всеми пообщаться. Вы новые члены нашей группы, нашей, так сказать, команды. Надо проверить ваше не только физическое, но и психологическое состояние. Слушайте. Матфическое. У нас для вас есть такой пациент. Пациент, вы просто не нарадуетесь, и эту беременную, и так, знаешь, на плечи так, на. А я рядом тоже. Да что вы так грубо сейчас девушкой ведете? Ну, бьете ей в голову живот, ну, хватит на это можно. Вот такой, весьма интересный, интересный случай. Ладненько, мы разберемся, конечно же, обязательно с каждым по порядку. Начнем с завтра. Я тоже, когда-то, может, в некоторой семье, я тоже являюсь медиком. О, шикарно. В какой сфере вы, мой коллега? Наркотиков. Да, парочка наркотиков. А это всего лишь геозные слухи, я, на самом деле, ничего таким не особо занимался. Знаете, я получил, я получился четыре года в медицинском, в принципе... Что-то маловато. Там не было, вроде, четыре года. Вас выгнали? Не совсем. Мы просто... Я просто очень сильно поругался с вышестоящими людьми, по некоторым причинам. Из-за этого пришлось в дневное количество времени работать в аптеке. Но, не сомневайтесь, я потом самоучился, старался, вспомнил те пробелы знаний, которые я не смог получить в институте. В общем, не успел выучить тогда. В общем, да, его выгнали. Он такой, шедеврально, ничего, подучим, подучим. Вот, выходит, здесь, ну, некая возвышенность есть, типа, ораторского места, да, выходит этот... Ребят, вы не знаете, что говорит, на самом деле, с Гроздов? Гроздов. Игнат, ты говоришь? Как ты его обозвал? Игнатом? Да. Игнат, да, всё. Игнат, да. Игнат выходит, говорит, так, такой, знаешь, стучит ложечкой по этому, по микрофону. Всё, здравствуйте. А, на каком микрофону? Ложечкой по микрофону, ты прикинь. Какой там должен быть токнул? Ну, во-первых, не ложкой половной, бум-бум, не половной, да? По микрофону пальцем-то неприятно отвечать. Да-да-да. Забил, забил. Ладно. Он, ладно, не стучит, он просто, там вас 50 человек, господи, что там стучать? А здравствуйте, кто меня не знает, вдруг я Игнат, и так посмотрю, не в вашу сторону, а сзади вас стоят трое человек отдаленно, с такими лицами каменными. В них вы видите, эти лица обладают телами, которые принадлежат женщинам или мужчинам, да? Так вот, среди них два мужчины и одна женщина. Брюнетка такого спортивного телосложения, жилистая, и двое мужчин. Один такой дрищавенький, второй такой крепыш, но высокий крепыш, не маленький, ну метров 70, к примеру, да? Говорит, все мы с вами познакомимся, все мы будем с вами друзьями, я уверен, и надеюсь на нашу, так сказать, дружбу и отношения в правильном русле наши отношения пойду. Сотрудничестве, да. Вы находитесь в комплексе луч, да? В одном из его, так сказать, ярусе, да? Где мы пытаемся, так сказать, выжить в этих условиях. Как вы знаете, в ночное время суток эти существа не особо активны, так что мы не боимся их, грубо говоря, да, не опасаемся, по минимуму каких-то ставим этих охранительных патрулей, но не забываем про человеческий фактор, потому что, как всегда, грубо говоря, даже на прошлой неделе уже в два налета на нас было. Вот, этот, как же его, господи, я с именами путаюсь, их столько имен теперь стало. Бородатенький этот... Георгий? Георгий, нет, Георгий, да, Георгий, Гоша. Он такой, бутылку пива так подносят кверху, да, да, были такие, типа, подносят пиво. Кстати, вы не видите Иванова, его здесь нету, то есть вот того чувачка. Сигары ходят. А, сигары. Вау, да, вау. Да. Кто такой Иванов? Да, говорит, будем приветствовать... Дальше продолжает Игнат, говорит, будем приветствовать всех вас, чтобы вы были, так сказать, винтиком в нашем механизме, каждый из вас. Это будет очень ценно и полезно для всей нашей группы. Обязательно все, кто хочет уйти, мы вас не держим, ни в коем случае. И он опять-таки смотрит не на вас, а на ту группу. Да. Я смотрю, их тут любят уже с самого начала. По-моему, именно для них собрание это вообще делалось. Ну, и для вас, и для них, чтобы вы со всеми познакомились, там, куча людей, на самом деле. Да, там, очень. Мы тут как бы просто вон массовка. Ну, я надеюсь, вы останетесь с нами и будете, так сказать, нашими... Нашей опорой. Мы все друг другу будем нашей опорой. Кто захочет, так сказать, услужить данной комьюнити, завтра пройдите, пожалуйста, в пункт назначения профессии, где вы обретете, так сказать, новую жизнь в нашем луче. Вот. Лежит бы не унитаз. После чего он как бы спускается к Саре, там что-то разговаривает с ней. Вы можете как бы скипнуть до утра, что скипнется серией, что продолжится заканчивание серии сегодняшней. Либо же, допустим... Подойдем к тем, кто у нас спрашивает, их муры. Давай, Старш, вот я с тобой. Все, я с тобой. Что-то такие серьезные. Why so seriously? Ну, что конкретно вы делаете? Мы подходим к этим троим. Мы подходим к этим троим спрашивает. What are you serious? Я криво сказал в английском. What are you serious? What? Не, вот so seriously. Ты должен это сказать со своими. What are you serious? Да, да, да. What are you serious? Что такие серьезные? А ваше какое дело? Да так просто интересно. И уходим. Ребят, здесь же весело. Пиво, люди. Вроде безопасно, в отличие от того, что происходит там. Что у вас на и так? Стоят, получается, мужчина. Мужчина. И в центре... Они под стенкой стоят. В центре девушка. Девушка так... Ну, руки за руку. Ну, получается. И замок в руках сделала. Нога за ногу, получается. И стоит, жмется. А два парня так возле нее стоят. С таким, знаешь, волчим взглядом. Стену подпирают. Боятся не упасть. Пивка им так бутылочку. Пивка? А кому ты конкретно даешь? Ну, давай мужику какого-нибудь. Который там жмутся. Ну, есть Крепыш, а есть Дрющавенький. Да, Крепышу. Ты подносишь к Крепышу бутылочку пива. Он так посмотрел на тебя. Берет бутылочку. Берет пиво. Спасибо. И куфть, 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 куфть. Знаешь, лучше... Большими глотками. Лучше бы Дрющу дала. Ему бутылки наверняка хватит. Он отрубился бы сразу. Три на два. Да и дело. А потом спрашивай. Три на два уже в большинстве. Выпил? Спасибо. Ну, зачем такие хмуры-то? Да не доверяй я им. Ну, мы тоже как бы не очень. Мужик Дрющавый сразу такой... Тихо ты. Чё ты им не доверяешь-то? Чё ты несёшь-то? Что вы задумали? Что вы задумали? Мы хотим вступить в долю. Что ты... Не, без вступить в долю. Просто, а что вы задумали? Вот этот вот качистый такой берет, бутылкой пива указывает. Видишь, что это его? И показывает на Игната. Говорит. Прирезать бы его. И в этом улыбку... Улыбайся такой. Повели, и смотри. Смешно, молодец. Так ты брат вообще так по плечу ему. Он так посмотрел на твою руку, чтобы его похлопало. Он такой... И дальше пьёт. Чё вам-то надо относиться? Да так и чё? Мы друзей не ищем. Мы решили спросить. Друзей. Говорит, мы друзей не ищем. Да ладно, друзья. Все мы тут. Пошли. Вы волчитель серьезный, подкачанный, ну кроме тебя. А вместе будет легче. Ты видишь, что дрищавый смотрит на тебя с озлоблением. Ты можешь, если приглядишь, и если ты хочешь, можешь приглядеться, и ты кое-что у него увидишь. Приглядишься? Приглядываюсь. Да не, я просто так посмотрел на него, что он смотрит на меня, как-то без особых приглядований. Я вангую, что ты там увидишь рукоять чего-то огнестрельного. Не-не-не, как хотите, можете. Я не понимаю. Влад рядом стоит. Вообще, я там рядом стою. Ну, от Клима не было заявлений. Я же говорю, приглядываюсь. Отсюда. Из другого конца беседка. Нет, не сними он, что пошел. Ты не говорил. Ага. Ты охраняешь беременную. Нафига, я ее сдал доктору. Нет, она рядом с тобой, как вот эта собачка бегает. Ну, пускай бегает, господи. Пока она меня не достает, пускай бегает. Так от них пошли какими-то зрениями. В следующий раз. Ну, мы что-нибудь там увидели. А кто приглядывает? А никто ей не приглядывал. Да я приглядываюсь, я там рядом стою. Ты увидела у Дрещавого на шее татуировку. Не полностью, но ты догадываешься, что это, скорее всего, нацистский знак. Ё-моё. Все остальные об этом не знают. Знает только Саша. Но она рядом стоит, ты не приглядывался. На шею, наверное, не смотрел. Знает только она, все остальные не знают. От них идут какие-нибудь заявления вообще? Или они стоят после этой фразы такие? Ну, они видят, что ты, так сказать, не русской национальности. И вот этот вот Дрещавый, ты видишь на себе его неприятный взгляд. Да, чувак, я ж пошутил. Что на так? Жека, подхожу, собственно, ко всей этой веселой кампании. Народ, тут это, как бы, все важное кончилось. Мы как, идем или будем гляделки играть? Я смотрю, у вас тут неплохо выходит. Ну ладно, удачи вам, мужики. Пошли. Крепыш, Крепыш смотрит на Сашу такой. Рыженька, и останься. Я оглядываюсь на рядом стоящих Крим. Кто там, Влад? Ась. А что ты надо? Ой, с Георгием. Я обращаюсь к этому крючу. А что ты? Он поворачивается к Ладу, он поворачивается к Ладу. Я тебе предлагал остаться? Че ты за даму отвечаешь? Я смотрю на Сашу. Нет, ну, допустим, окей, я остаюсь как там остальные выходные. Ты уверена? Мне интересно, мне интересно. А-а-а. Я тогда сильно далеко отходить не собираюсь. Меня вдруг заинтересовала эта тусовка. Мы тут рядом, если. Жек, Жек, Жек. Ну и мы не уходим, а в сторону отходим как-то. Жек. Ну. Можно сейчас я просядю? Вот, короче, смотри, я разговариваю с Георгием. Давай Георгий будет Дроздовым. Окей, в каждой своей волне. Вот, понимаешь, ты его озвучил, реально, как... Я не усполен, это именно в мире животных. Вот почему-то я не усполен. Окей. Я, короче, сейчас разговариваю, там спрашиваю, как вы давно здесь, как тут, что-то... Он будет Георгий Дроздофил. О. Дроздофилович. Дроздофилович. Нет, Дроздрофал. Это как-то не очень. Дроздофилов. Георгий Дроздрофенко, вот, допишу. Дроздрофенко? Да. Дроздрофенов, чтобы нас не обвинили в какой-нибудь там... Украинизации, я не знаю, там, любительские всякие, знаешь, националистические. Так вот... Да, тут есть классное решение, я тебе о нем рассказывал. Называется «Черный список». Обвинят в этом, в расизме. В черный список. Все, потому что он черный? Да, да, да. И этих в черный список. Все. Еще скажи, потому что ты фигурки черненькими красишь, и написи еще у нас в этом обвиняешься. Черненькие и беленькие. Эдричавый, получается, положил руку на плечо этой девушки, рядом стоящей, и они так отошли, взяли по бухиву, отошли тоже от него. Этот крепыш такой... Ну что, такой, желаешь провести вечер приятный и увлекательный? И сейчас ваша согласия. Я как раз собиралась, там, вон, ребята мои, мы как раз собирались пойти приятно провести вечер. Он говорит, ну что ты жмешься? Мы же все взрослые люди, ничего. Что ты жмешься? Зомби-апокалипсис, ну куда тебе с вот этими вот задротами? Давай с нами, я вижу, что... Он говорит так, я вижу, что ты баба толковая, давай с нами. Ну, я смотрю, у вас тут уже есть женская компания. Почему я-то? Он такой людкий, да ты моя сестра, что ты? А че молчаливая такая? Ну, а че ей разговариваете? Догадываюсь, на каком положении девушки в той компании. Это мысли про себя, то есть я ж там отсутствую. Ну, ты это сказал, и так что, ладно, держи тогда мысли при себе. Так что он говорит, эй, ты там очкарик. А че, он нас слышит, мы же в стороне как бы стоим. Ну, в сторону ушли, это раз. Ну, ты ж сказал, ты далеко, ты, блин. Ну, не далеко ушли на сторону. Саша это услышал, значит, он услышал. Она же смеялась. Хорошо, ладно. Не, ну действие было действие? Было действие. Окей, окей, было. Ну и... Нет, ну я не знаю. Блин, как бы от него... Ты можешь позвать нас, и мы объясним человеку, что значит быть неправым. Предлагаю узнать, что же решила Александра в следующей серии, потому что это уже затянулось. Окей. Огромное спасибо всем, мы продолжим следующей серии, не прощаемся, до скорого, ребят. Всем пока. Всем спасибо, сказал пока.